Доклад называется вычисление константы Планка В моем предыдущем докладе, в четверг, была представлена формула Уравнение стационарного движения вихревого кольца в эфире Смысл входящих сюда величин достаточно понятен Это радиус кольца, это масса энергии вихря В это поступательная скорость И К это момент импульса среды, вращающийся вокруг замкнутой оси этого вихря Если представить, что этот момент импульса К равен постоянной планке H А радиус равен λ на 2π То мы получаем полную аналогию этой формулы с формулой Дебройля Таким образом, уравнение, полученное Дебройлем формально И не получившее в квантовой механике какой-либо реальной интерпретации На самом деле является уравнением стационарного режима вихревого кольца в эфире Поэтому я назвал эту формулу Дебройля Афонина, ДБА Эта формула аналитически получена в книге моей И она есть в материалах Конгресса В данной работе это аналитическое доказательство дополняется вычислением Значит, вычислены эти величины, входящие в эту формулу Но чтобы вычислить эти величины Надо, во-первых, записать аналитически это поле кольца Для вектора А, описывающего движение эфира Применимы методы, разработанные в теории идеальной жидкости и эллеровой модели И в частности, для вихревого кольца может быть получена функция тока Она здесь выражена с помощью эллиптических интегралов F и E это полные эллиптические интегралы первого и второго рода Но главная величина это C Циркуляция вокруг оси вихря И эту-то величину нам придется определять на протяжении всей работы Ну вот, это поле представлено на рисунке Оно получено с помощью программы Маткат Где циркуляция принята равна единице Ну, как можно вычислить эту циркуляцию? Вот в той работе, в основной, представлена формула Это связывающая циркуляцию, радиус кавитационной полости и давление, значит, в эфире P0 Что такое смысл этих величин? Предполагается, что в центре вихря имеется кавитационная полость Так как центробежные силы очень большие То происходит разрыв сплошности, значит, эфира И образуется кавитационная полость радиуса R0 Она, значит, по всей окружности вихревого кольца А P0 это давление в эфире И откуда и как можно оценить эти величины Основным входным параметром для оценки давления P0 В современной физике, ну, вообще нет, конечно, интерпретации элементарных частиц Как вихрей в эфире И поэтому нет понятия давления в эфире P0 Но как можно оценить эту величину? Существует в физике такое понятие, как плотность ядерной материи Она составляет примерно 10 в 17 килограмм на метр в кубе Откуда берется эта цифра? Предполагается, что вся масса тяжелых частиц адронов Сосредоточена в пределах маленького шарика Радиус которого 1 ферми То есть радиус действий ядерных сил 1 ферми 10 минус 13 сантиметра Вот если мы разделим массу протона на объем этого шарика То и получается вот эта цифра Плотность энергии, соответствующая этой плотности ядерной материи Примерно 10 в 34 джоули на метр в кубе или паскалей Ну, это, конечно, нелепая концепция Все все это понимают, что не может быть масса в каком-то шарике А вокруг, что ничего нету Это нелепо В данной концепции, во-первых, элементарные частицы Это не маленькие точки, а вихри И они, во-первых, не сферически симметрично, а это кольца И, следовательно, энергия распределена в гораздо большем объеме Чем вот в той концепции современной физики И, соответственно, давление П0 будет, конечно, иметь гораздо меньшую величину Чем в концепции современной физики По моим оценкам, это давление П0 может лежать от 10 в 25 паскаля до 10 в 32 паскаля И переходим к вычислению массы энергии вихря Чтобы вычислить циркуляцию, мы должны составить как можно больше уравнений, в которые входит эта циркуляция Но так как масса энергии электронов у нас известна, то мы можем составить эти уравнения И отсюда у нас будет еще одно условие для определения циркуляции Масса энергии вихря состоит из массы энергии вихревого движения и массы энергии, находящейся в кавитационных полостях Вот энергия, значит, вихревого движения мы вычисляем как интеграл по объему, а так квадрат по объему Так как движение потенциальное, то по теореме Грина мы преобразуем интеграл объемный в поверхностный И вычисляем по поверхностям Ну, по внешней поверхности бесконечной интеграла равен нулю Вот тут представлена внутренняя поверхность Она состоит из кавитационных полостей, но это такая вот окружность И диафрагма, закрывающая створ кольца Ну, диафрагма для чего там служит? Можно это рассказать? Ну, в общем, оказывается, что энергию движения мы можем вычислить как произведение циркуляции на поток вектора А сквозь эту диафрагму Этот поток, он вот, значит Но матката мы вычисляем с помощью программы маткат Но матката не может вычислить от нуля до R0 Так как R0, это, во-первых, она неопределенная То есть ее надо еще определить А во-вторых, матката не может вычислять до таких больших значений R0 это радиус порядков на 10 меньше радиуса кольца И поэтому мы поток этот вычисляем, представляем, значит, в виде двух слагаемых Это вычисляем вот с помощью программы маткат А это аналитически И получаем формулу для массы энергии Дальше Вычисляем момент импульса Два метода Этот метод приближенный А этот метод с помощью программы маткат Мы считаем как? Мы считаем, что момент импульса вихря известен и равен H И отсюда, на основании этого, вычисляем циркуляцию По двум методам Хотя метод и приближенный Но разница между числами определяемыми всего процентов на 10 Иногда это вообще совпадает Ну и ладно И проверка совместимости полученных значений Мы получили эти значения Во-первых, диапазон применения формулы ДБА А откуда берутся эти границы? Низкоэнергетическими электронами считаются электроны с энергией 30-200 электрон вольт Вот если мы возьмем кольцо с энергией 30 электрон вольт То для него радиус вот такой Это максимальный радиус, который может иметь вихревое кольцо электрон А верхняя энергетическая граница, минимальный радиус кольца Получается, значит, из того, что если радиус уменьшается Вихревое кольцо уменьшается Скорость увеличивается И увеличивается энергия поступательного движения Которая может стать сравнимой или больше Энергией покоя электрона Так вот, для радиуса 10-12 энергия поступательного движения Составляет примерно 7% от энергии покоя электрона И поэтому я ее выбрал Ну, произвольно так выбрал, в качестве границы А дальше уже идет увеличение Если вычислить параметры этого кольца Для примерно середины этого диапазона То есть для радиуса кольца 0,5 на 10 в минус 11 метра То мы получаем Мы вычисляем циркуляцию Вот с помощью там предыдущего метода И подставляем эти величины Вот формулу для массы энергии У нас все тут известно И получаем давление В этой формуле все известно Мы вычисляем давление П0 Оно примерно 2 на 10 в 27 паскаля Это очень хорошая величина Совпадающая с нашей оценкой От 10 в 25 до 10 в 32 Ну, то есть эти формулы Соответствуют Но если мы выберем Например У меня сначала не было никаких данных о том То есть я думал Может быть, могут быть кольца 1 сантиметр И даже 1 метр Таким это радиусом То если вычислить Даже для радиуса У меня там вычислено 0,1 миллиметра 10 минус 4 метра То получается давление Невообразимое Где-то Е В двухсотой там степени Гигантские числа То есть эти уравнения Не совмещаются Они совмещаются лишь При реальных параметрах электронов Вот так, что я считаю Эта формула Хотя и не вычислена точно Но оценки достаточно хорошо совпадают И поэтому я считаю Что Ну, по крайней мере Не точно Но оценки Ну, значит, совпадают Ну, и выводы из статьи Что создан метод вычисления Параметров электрона Пока метод действует на уровне оценок И нуждается в усовершенствовании Второй вывод Уравнение связи между величинами Совместимо лишь при таких значениях величин Которые равны экспериментально известным значениям этих величин И третий вывод Константа планка Это не такая уж очень фундаментальная константа Это момент импульса вихревой нити Она зависит от других многих величин Более фундаментальной величиной Надо считать величину давления в эфире В0 На этом я закончу Да, спасибо Хорошо Так, пожалуйста, замечания Уважаемые коллеги Я хочу обратить ваше внимание На очень важный вопрос При решении этих проблем Первое Энергия за ню колебаний То есть по-русски это мощность Но это мощность Трагедия в том заключается Что эксперимент говорит о том Что процесс происходит не за ню колебаний А за одну шестую Одного колебания За момент действия Поэтому все оценки по квантовой механике Сколько полей не квантуйте И вы никогда не получите то, что нужно Они увеличены в число Два пи ню больше Действительно, это первое Второе Резонансы проходят не за ню колебаний Одинаковости А за время роста одинаковое Чтобы было удействие и реакции Вот это и есть резонансная характеристика процесса Потому что процессы происходят За одну шестую ню колебания Мы когда-то дело давно сделали Получили в заведующей кафедре низких температур Университета Харькова Московского университета Положительный отзыв Его уволили за это дело То есть на самом деле Все вопросы с ню А с ню Неверно поставлены Потому что ню это колебания за ню колебаний Процессы происходят в значительно меньшее время Понимаете? Я понимаю, но это весь эксперимент или нет? Я просил людей, которые занимаются экспериментом Они ставят точки не там, где вы эксперимент получаете А как нужно по теории Это я обнаружил в Новосибирске, в Москве, в Киеве По всех лабораториях ставят точки там, где нужно по теории А не там, где эксперимент дают К сожалению, это так Спасибо, понятно Да, пожалуйста Вопрос, Павел Вы говорите, что вы работаете с континуальной средой Да? Да То есть это, грубо говоря, непрерывно Это нежимаемое идеальное житие Континуальная среда, то есть непрерывная среда Да Тем не менее, когда вы показываете, что у вас возникает кавитация То есть среда разрывная у вас получилась Следовательно Вот это было в моем докладе Вы не имеете права тебе работать с континуальной средой Вы должны перейти к более сложной среде Газ Дискретной среде Раз у вас получилась кавитация Все Храповик, понимаете Вы теперь приходите и обязаны работать Я думаю, вот эти все ваши непонятки Я не понимаю здесь больно в связи логическое Логическое Просто там есть давление И центробежные силы Уже становятся Среда не сжимается и не растягивается Вот она в принципе не должна Потому что это континуальная среда Идеальная нежимаемая жидкость У нее не меняется давление Давление постоянно Во всей среде Во всей вселенной Статическое состояние Статическое состояние Хоть ты что хочешь делать Но если у вас получилась кавитация Динамик Среда разорвалась Все Другие законы Да, уже вошли другие законы Вот имейте в виду Это вот на это многие попадаются Все попадаются Я специально делал это Я понимаю Я не попал А Суковский не попал Вот Суковский Я забыл у него расспросить Собственно В этом был тоже и мой вопрос Что на самом деле Речь идет не о кольце А о торе Кавитация Она и есть Ну все равно разрыв Вот понимаете Кавитация Все Разные вещи Нить Нить замкнутая Или тор Появляется вот это Вращательное Дополнительное движение Ну скажем так Малая окружность Изменилась среда Гео Динамически Гидродинамически Да Изменилась среда В ней произошли Эти самые Сейчас ответ Наверное что-то скажет Да Ответ на этот вопрос А? А кавитации? Да По кавитации Это скорее замечание Вы обязаны Теперь переходить В более сложной среде Вот раз вы пришли К разрыву В непрерывной среде Заметьте Рефлексия В своей непрерывной Да Все Возникают особенности Пожалуйста И вы обязаны И теперь на Такую версию Маткатова Пурсова Для расчета В ней 14 14 14, да? Да Спасибо Матерное Так Там я увидел Р0 Это по вашим оценкам И есть радиус Электрона Или что? Это не электроны Это радиус Кавитационной полости А Значит Все-таки Кавитационная полость Приводит к тому Что у вас фактически Рассматривается Тор Тор Или это Все-таки Нечто другое Чего я Нечто Нечто Внесенное Для такого давления Получается Р0 Вот таким Так еще разочек Все-таки Математический тор Это произведение Двухокружностей Топологическое Произведение Большой окружности Нет Вращения А что есть? Просто вот это Вихревая нить Да Замкнутая Да И вокруг нее Идет вращение Винт Среды Винт идет Если я Возьму частицу И прослежу за ней Она будет винтообразной Идти по вокруг По окружности Так я понял Да почему Там Нет Только так и происходит Нету Экваториана Ну иначе связанности Связанности Не будет Они же сшиты Друг с другом Сшиты движения Ну как обычные Как обычные Не кривые кольца В обычной жидкости Но только Другой здесь Вектор А Не вектор Скорости В Как вейлеровой жидкости А у меня Вектор А Описывает Движение Эфира Остальное все Точно так же Геометрические Все Геометрические И все совпадает А устойчивость Тор Что совпадает Все таки Тор у вас Геометрический Или не тор Или что-то Или нить Вокруг которой Разбросана Некая Непонятная Ну вот Ну скажем Убывающая Срастающая Но Вы Вы говорите О каком-то Движении Еще Я говорю О бублике Вот у вас Бублик Ну вот Все Ну это Движение Вопрос Тогда радиус чего Это вот большой Окружности Или это Малая Окружность Публика А радиус Здесь вот Он радиус Это вот радиус Какой окружности Большой Большой А вот это Малый Вот это Малый Большой радиус Хорошо Спасибо Спасибо